Девушки отдыхают Пытаются прикрыть некрасивое дело Обычно лукаво заявляют Все из любви к искусству Да, в этой профессии тоже так говорят Но без лукавства В прямом смысле Вообще реставраторы Нас ведь по-английски консерваторами называют Все мы консерваторы Мы прошлое любим больше, чем настоящее Некоторые даже людей ненавидят Хотя зря Но у нас есть два главных врага Это время и человек Язык реставраторы начинается с того Что ему кто-то говорит, что что-то не так происходит с памятником В общем Начинается со словом «беда» Памятники же они живые И как все живут и умирают Только сопротивляются хуже, чем люди И лечить их надо А если лечить, то соответственно и термин Такое вскрытие, обследование, шунтирование Это все И вполне из нашего лексикона Хотя это медицинские термины Бронзовая болезнь Это когда процесс разложения медного сплава идет и самоподдерживается То есть язва начинает Ну вот ведь слово язва есть Есть свищи, гнойники Это когда из этого места течет что-то тоже, продукты разложения В периоде обследований описаний, естественно, больше искусствоведческих терминов Потому что ну надо же как-то все это называть Надо как-то это привязывать к временам А вот когда начинается, грубо говоря, установление диагноза Вот тогда уже идут научные термины А когда описывается и начинается уже сама работа Вот тогда идут уже технологические, ремесленные, скажем так Ну мы же все скульпторы, слесари Кто угодно Соответственно у нас свой язык Конечно, кроме профессиональных терминов Которые употребляются в основном в документах На самом объекте между собой мы упрощаем, скажем так, слова Поэтому, например, рушенная часть кирпичной кладки Называется просто рушка Ну как-нибудь Или там пластовая коррозия, пластовуха Реставрация Это восстановление памятника Ну, как сказать, в приличном состоянии, скажем так Со следами времени Или по первоначальному замыслу автора И здесь есть одно непреложное правило Что реставрация кончается там Где кончается информация об этом памятнике То есть отсебятина, домыслы Изменения без решительных Так сказать Сейчас, минуту Как бы сформулировать Без достаточных для того оснований Ну просто недопустимо А ремонт это, ну как сказать, обновление чего-нибудь Ремонт мы можем изменить цвет, стиль Все что угодно Ремонт это бытовое понятие Памятники ремонтировать нельзя Иначе они перестанут быть памятниками Слово это дело, а дело это слово И, ну как сказать, простите за жаргон За все надо отвечать И за базар, и за камни И за железки Потому что, ну как сказать Мы не замечаем, как мы все это теряем Строить бетонные коробки мы умеем Тянуть коммуникации тоже умеем А, ну как сказать, ну второго зимнего дворца ведь не будет Как ни старайся, сколько денег не накачивай И, ну как сказать, следы резца чеканщика Который работал по лепке Клотта Надо сохранять Потому что, каким бы ты ни был мастером Ну ты другой мастер И тот имеет преимущество, он был раньше Ну, культура, она всегда, как бы сказать Она устремлена в будущее Но она опирается на огромное прошлое Если мы это прошлое будем сужать и терять Ну мы сами меньше стали Реставрация — это очень тихое и тонкое слово Слово, которое не терпит суеты И о многом может рассказать Берегите это слово И оно украсит ваш словарный запас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!